Здравствуйте! Сегодня с вами сделаем видео обзор от интернет магазина iClone.net новой модели китайского производителя Hyundai модель A7HD Давайте, наверное, посмотрим что есть у нас в периферии значит идут инструкции дальше OTG кабель есть есть у нас наушники с разъемом 2.5 мм вот такие в комплекте есть еще USB кабель для синхронизации с компьютером также зарядки планшета есть стандартная зарядка поставляемая в комплекте с таким вот переходничком вот 5 вольт 0,2 ампера вполне достаточно для зарядки планшета и теперь сделаем обзор самой нашей модели приступим к обзору самой модели Hyundai A7HD чем порадовал этот планшет IPS емкостной сенсорный дисплей 16 миллионов цветов с разрешением 1024 на 600 пикселей с поддержкой мультитач как видим здесь идет стекло у нас емкостной сенсорный дисплей впереди также у нас есть камера 0,3 пикселя для видеосвязи на верхней боковой панели в основном расположены все кнопки все разъемы есть с правой стороны у нас разъем 2,5 для стерео наушников миллиметра кнопочка возвращения назад кнопочка меню кнопочка home дальше кнопка выключения включения также есть как видим у нас USB кабель выход под HDMI и для зарядки также сзади на верхней панели два динамика довольно-таки громких на нижней панели есть у нас разъем под USB и микрофон как видим больше никаких разъемов как бы нет задняя крышка сделана из металла что очень удивило думаешь что пластик и давайте посмотрим что у нас здесь есть в планшете значит в планшете у нас стоит Android версия 4.0.3 с процессором Alvine A10 1.2 ГГц 3D ускоритель Mild 400 RAM память 1 ГГц DDR3 ROM память 8 или 16 ГГц в зависимости от версии возможность расширения карт максимально до 32 ГГц видим основной рабочий стол и есть возможность у нас его прокрутить то есть как видим довольно-таки быстро работает с возможностью просмотра всех рабочих столов как задних так и передних то есть мы можем посмотреть видим что на касании достаточно работает быстро дальше давайте посмотрим наверное с вами есть еще второстепенное меню здесь рабочий стол расширяется по возможности установления вами приложений также при открытии каждого приложения есть возможность просмотра и доступа до ваших приложений предыдущих где вы заходили по возможности можно их убирать или же добавлять возможности у этого планшета очень довольно-таки большие к примеру посмотрим с вами одно из приложений это мультитач насколько мы в касании вот как видим 5 касаний то есть давайте еще раз проверим добавляем 6 значит на 5 касаний у нас идет мультитач теперь давайте посмотрим с вами проверим все датчики нашего хундай а7 hd то есть как видим есть возможность у нас работать на датчик ориентации уже проверили значит есть основная камера она идет передняя видим как она у нас работает и давайте посмотрим с вами значит первое что у нас размер предварительного смотра 600 на 480 поддерживаем размеры 600 на 480 это есть 0.3 пикселя дальше полностью все стандартные не будем их перечислять потому что их очень много я думаю все знают что такое фронтальная камера и 0.3 пикселя дальше есть gps как видим есть настройка каждого из gps уровней как по группам как по габаритам типа орбиты дата запуска то есть можем просмотреть полностью кому интересно программка заусом очень довольно таки емкостная в информации дальше смотрим давайте с вами вай фай так есть у нас одна сеть как видим обнаружено она идет у нас android ap mac адрес показывает защищенность сит адрес идентификатор сети у нас то есть вай фай есть еще акселерометр также если видим вот у нас датчик идет графики вращения акселерометра соответственно нас показывает как работает так же самое есть у нас числовые датчики которые датчик гравитации тоже присутствует дальше посмотрим батарея заряд температура показывает у нас довольно таки не греется планшет был до этого еще в работе поэтому смотрю 30 градусов вполне достаточно дальше посмотрим с вами экран значит что у нас показывает экран есть много разных тестов но одна из них высота в пикселях 976 ширина в пикселях 600 плотность 1 к 10 тысячам дальше ориентация x y тоже у нас есть вот смотрим виртуальное разрешение 1024 по x виртуальное разрешение по y 1200 значит дальше еще посмотрим звук громкость музыки громкость сообщения громкость звонков это все регулируется в стандартных настройках мы можем их изменять как мы видим графики разные дальше вибросигнал при нажатии присутствует также самый вибросигнал реагирует на нажатие сенсорных кнопок и софтовых смотрим теперь с вами процессор так информация о процессоре количество ядер 1 максимальная частота 1.1 гигагерц минимальная частота 60 гигагерц настоящая сейчас без раскачки частота 1.1 гигагерц архитектура кпу арм версия 7 процессора что еще можно сказать здесь очень много серийных номеров оборудования давайте по поводу внутренней памяти так есть у нас обычно наша память размер указан если видим 814 свободной памяти 57 метров используем память 759 установлено много приложений внутренней памяти у нас свободно 736 внутренний размер всего 107 90 используем 270 ну и внешне это идет флеш накопитель общий объем 8 гиг свободно 575 то есть даже внешний накопитель показывает дальше видим галочка отмечена у нас USB то есть присутствует аудио видео выход операционная система можем посмотреть производитель как видим у нас пишут Samsung модель андроида 403 дальше системная команда armedia VA7 есть и идентификатор RK7 RK7 3 S 0 1 вот дальше остальных как бы датчиков нет здесь температурное давление вспышка датчик приближения освещенности как бы здесь не реализованы давайте посмотрим теперь с вами думаю посмотрим как работает у нас музыка есть возможность у нас регулировать громкость как на нижних сенсорных клавишах экрана так и вручную еще раз повторимся значит возможность просмотра видео в хорошем довольно таки разрешением качества к примеру можем посмотреть вот так вот у нас показывает видео дальше также реализована у нас возможность звонков в скайпе делать видеозвонки есть возможность выходить в интернет дроид маркет опера навигация youtube это все есть также возможность читать текстовые файлы то есть как вордовские ворд 2007 2010 2003 мы с вами можем все эти читать смотреть как видим текст отображается довольно таки хорошо как вертикальном таки в горизонтальном положении то есть возможность читать книги журналы электронку есть возможность сканирования документов ну и также реализована у нас возможность большая думаю всяких приложений наподобие игр давайте протестируем как работает у нас хотя бы ангебирц ангебирц дальше давайте посмотрим датчики как работают у нас датчик ориентации примерно на этой игре немножко с вами попробуем погонять как видим датчик ориентации работает у нас мы можем играть в такие игры работает кроме видео есть еще допустим галерея посмотрим качество отображения как видим работает довольно таки быстро картинки загружаются тоже учитывая то что это открытие первый раз они еще в кэше не существует видим есть загрузки наших картинок то есть работает мультитач на касание отвечает довольно таки быстро четко загрузка картинок после первого запуска происходит довольно таки быстро вот видим итак что хотелось бы сказать по поводу этой модели хундай а7 hd является новинкой на китайском рынке но предварительным данным данная модель достигнет тех же успехов по продажам как и анил нового 7 аура так как производительность хундай такая же а главным сходством является дисплей с IPS матрицей с решением hd 1024 на 600 пикселей даже если смотреть на его внешний вид то можно сказать что это действительно настоящий хундай потому что перетекание таких областей корпуса с резкими гранями то есть наверно концепт моделей хундай по толщине сам планшет мы можем сравнить к примеру с телефоном galaxy note видим ничем не уступает даже по таким параметрам вот дальше по поводу нашего планшета приятно порадовала толщина устройства 8,9 миллиметра мы только что с вами видели даже сравнивали с galaxy note по моему даже толщина такая же в сочетании с металлическим корпусом задней крышки имеет очень стильный вид вес хундай всего-навсего 270 грамм в украине его можно купить на iclon.net